Наша телекомпания продолжает знакомить горожан с юными кунгуриками, достойными звания «Гордость Пермского края». Сегодня мы расскажем о студентах автотранспортного колледжа и ученице детской школы искусств Анастасии Потаповой. Молодой роботостроитель Денис Сычев был отмечен в номинации «Интеллект». Будучи студентом 4-го курса автотранспортного колледжа, он твердо уверен – это направление в науке надо развивать. Сейчас он создает робота, который может передвигаться и передавать изображения на расстоянии, а также выполнять ряд функций – обследовать территории, в которых опасно находиться людям, к примеру, задымленные места или разрушенные дома. За свое хобби юный программист получил нагрудный знак – «Гордость Пермского края». Участвовал я со своим роботом, выступал с ним, ездил в Москву, которого собирал здесь в течение года. Мне дали нагрудный знак, знак отличия, национальное достояние. Также победил в Пермской научной практической конференции. Там тоже получил звание лауреата, это то есть самая высшая награда, где вот тоже мне там были соответствующиеся призы и грамоты. Юный спасатель, воспитанник клуба «Вертикаль» Дмитрий Коршенников удостоился нагрудного знака «Гордость Пермского края» за спортивные достижения. Молодой человек – многократный победитель соревнований как регионального уровня, так и всероссийского. Ну я двухкратный чемпион международных соревнований, двухкратный чемпион всероссийских соревнований, два раза чемпион межрегиональных и пять раз краевых. То как-никак гордость все-таки Пермского края, все равно гордость сам за себя испытываю, за тренера, за своего. Юная пианистка Анастасия Попова отличилась номинацией «Искусство и культура». Вот уже восемь лет она обучается по классу фортепиано. За плечами бесчетное количество конкурсов, где Анастасия стала лауреатом первой степени сольно и в дуэте с преподавателем. Я очень горда тем, что я заняла такую должность, можно сказать. И мной гордится очень мой преподаватель. Это же наше место заслуга, и родители тоже очень этому рады. Всего же звание гордость Пермского края в нашем городе получили еще почти 30 юных кунгуряков. Татьяна Андреева, Алексей Долгоруков, Галина Критливцева, телекомпания «Кунгур». И вновь возвращаемся к теме выборов главы. Послезавтра, 30 декабря, впервые гостем нашей студии станет Лариса Ёлтышева. Если у вас есть вопросы к главе, оставляйте их по телефону 23413. Внимание, работает автоответчик. Либо в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках. Далее небольшой блок рекламы. После у нас в гостях депутат Законодательного собрания Владимир Алистратов. Не переключайтесь.